Ааа, что за прекрасный день сегодня! Вчера я выучил парочку крутых шуток, и я расскажу их своим друзьям. Я поставлю 100 робуксов на то, что смогу их рассмешить, так что я уверен, что эта шутка заставит их смеяться. И как вы поняли, в этой игре нашей главной задачей является рассмешить наших друзей, чтобы получить наши заветные 100 бобуксов. И мне кажется, что у нас это вряд ли получится с первой попытки, потому что игра на подобии, нужно больше жары и нужно больше холода. Поэтому нам придется развеселить наших друзей во что бы то ни стало. И каким же будет финал, мы узнаем в конце видео. И да, тут можно взорвать школу! По старой нашей традиции, в конце видео мы это сделаем. Ну а сейчас давай поговорим с нашими друзьями. Попробуем рассказать им нашу одну из самых лучших шуток. Бро, здорово, чуваки! Эй, бро, как дела? У меня для вас самая смешная шутка в мире. Но если ты так говоришь, мы хотим ее услышать. Почему? Пчел липкие волосы. Ну и почему же? Потому что они используют медовую расческу. Чувак, это не смешно. Твои шутки просто ужасные. Попробуй найти шутки получше, а? Хм, а может быть я попробую поискать в интернете какие-то крутые шутки? В принципе, что и требовалось доказать. Шутка просто отстой. Если у вас в запасе есть такая шутка, никогда не рассказывайте ее своим друзьям, потому что вас просто засмеют. А нам нужно поискать в интернете неплохие шуточки для того, чтобы рассказать их нашим друзьям. Интернет всегда в помощь. Ну-ка поехали. Что у нас там? Рассмешить друзей это, конечно, хлопотно. Может быть мне следует сосредоточиться на учебе? Я завалил свои экзамены 2929 раз. Я застрял в первом классе. Надо полагать, я проиграл спор на 100 бобуксов. И это плохая концовка? Серьезно? Ну это же было прямое отношение к игре, нас же послали к компу. Ну это был бы не я, если бы в этой игре не было бы много концовок. Поэтому поехали снова. Ну а перед тем, как мы продолжим, хочу сказать тебе, что покупать робуксы дешевле всего на RBX3. RBX3 это сайт, на котором вы можете очень дешево и безопасно купить робуксы. Тем более, что совсем недавно тут появился новый уникальный метод FastPass, благодаря которому робуксы приходят моментально. Это значит, что вам больше не нужно ждать 5 дней, чтобы робуксы залетели к вам на аккаунт. Но этот метод доступен только верифицированным пользователям Роблокс, которые подтвердили свой возраст с помощью паспорта в самом Роблоксе. Это не только быстро и безопасно, но и максимально выгодно. Ведь цена на робуксы остается такой же, как и при покупке другими методами. Чтобы пользоваться новым методом, у вас должен быть компьютер. А полная инструкция по покупке уже присутствует на сайте, а также в группе ВКонтакте, где показывается всё максимально подробно. Ссылку на новый метод и инструкцию я оставил для тебя в закреплённом комментарии. Так, и нас снова посылают в компьютерную лабораторию, то есть в компьютерный класс, для того, чтобы поискать других шуток. Я так понял, просто в прошлый раз, вместо того, чтобы поискать в интернете, я выбрал учиться. И поэтому у нас была плохая концовка, а нам нужно было выбрать вот этот комп, чтобы поискать шутки в интернете. Боже. Ладно, поехали. Хм, что тут у нас? Так, смешные шутки. Ну, давай поищем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то ищет, что-то прогружает. Я надеюсь, не википедию какую-нибудь. Как вы называете фейковую лапшу? Импаста. Отлично. Это звучит как очень крутая шутка. Я должен рассказать её своим друзьям. Ну, не знаю, чел, выглядит не так уж и смешно. Но давай попробуем. Возможно, у нас реально что-то получится. Давай попробуем. Так, осталось рассказать эту новую шутку нашим друзьям. Я думаю, будет не смешно. У меня для вас ещё одна шутка. Так. Ну, давай выкладывай. Это должно быть очень смешным. Что вы называете фейковой лапшой? Ну, и что мы называем? Импаста. Ты понял? Понял? Ну, типа импаста, импостер. Мне кажется, это лучше, чем та предыдущая. Хм, мне нужно спросить людей в школе, чтобы они мне помогли. Я так и понял, что смешной эта шутка не будет. Поэтому у нас задание спросить трёх каких-нибудь учеников вокруг школы, которые могут нам помочь. Ну-ка, у нас тут первый отображается. Давай у него спросим. Так, ну-ка. Пожалуйста, расскажи мне шутку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Господи, чувак, успокойся. Конечно, расскажу. Почему мы говорим актёрам сломать ногу? Потому что в каждой пьесе есть актёрский сустав. Ну, состав-сустав, типа. Не знаю, как вам, а мне не было смешно. Ну, да ладно, у нас тут ещё один есть, чувачок. Претендент на лучший анекдот года. Вот он в туалете. Ну-ка, давай у него спросим. Пожалуйста, расскажи мне шутку. Эээ, ну, конечно. Когда вы пошли в Старблокс, вы заказали Ариана Экстра Гранде. Хе-хе-хе-хе. Ну, это уже немножечко получше. Но тоже ничего. Вообще ничего. Так, поехали к этому типу. У нас третий пассажир, последний. Ну, давай. Какой-то он прям жёсткий. О, у нас тут ещё учитель даже есть. Я ненавижу свою работу. Вот это, вот это правда. Хотя и шутка, но правда. Давай поговорим с нашим третьим. Йоу, ты можешь мне рассказать какую-нибудь крутую шутку? Конечно. Почему картина попала в тюрьму? Потому что она была в рамке. Ну, что ж, это были все шутки. По-моему, вообще шутников в этом Роблоксе тупо нет. В этом плейсе их тупо ноль. Но в любом случае, наша задача сейчас рассказать все эти три шутки нашим друзьям. Но это будет реально не смешно. Ну, давай. Ребята, я приготовил для вас ещё три тупых шутки. Отлично. Выкладывай всё, что у тебя есть, бро. Приготовьтесь. О боже, что случилось со мной? Почему мы говорим актёрам сломать ногу? Почему картина попала в тюрьму? Когда ты идёшь в Старблокс, ты заказываешь Ариана Экстра Гранде. Я даже ни слова не понял, что ты нам сейчас рассказывал. Если это не помогло, тогда я призову в школу клоуна. Серьёзно? Позвать клоуна в школу? Типа клоуны же не знают шуток. Они просто веселят. Это же вообще нифига не смешно. Если ты смотришь сейчас на этом моменте, напиши в комментариях, ты вообще смеёшься с клоунов? Ну реально. Кто вообще смеётся с клоунов? Ну это прям уровень совсем маленьких детей. Ну ладно, давай вызовем клоуна. Мы должны даже вызвать целый цирк. Ну давай, поехали. Посмотрим, что сейчас будет вообще. Эээ, здрасте. Это Бунбун Цирк? Да, конечно. Меня зовут Бадди. Можете ли вы, пожалуйста, прийти ко мне в школу? Мне нужно, чтобы вы рассмешили моих друзей. С радостью, молодой человек. Я буду у вас через несколько секунд. Так, клоун будет через 5 секунд? Подожди. Задание ещё не пропало. Значит, клоун должен сейчас прийти. Боже, что это было? Господи. Эй, Бонбон. Эти нубы мои друзья. Ты можешь заставить их смеяться? Конечно, я расскажу им шутку. Почему клоун выглядит как грабитель? Подожди. Нет. Нет. Чёртов фрик. Ну а теперь что? Я знаю. Я покажу парочку крутых мемов своим друзьям. О, ну вот это уже поинтересней. А клоун какой-то реально криповый прям был. Не знаю, он чем-то напоминал Пеннивайса, только в стиле Роблокс. Я не знаю, какой-то очень стрёмный клоун был. Вообще, клоунов я не очень люблю. Так, нам нужно собрать мемы. Опа. Опа. Двейн Скала Джонсон. Конечно, мы заберём этот постер. Но чем он будет смешным, я не понимаю. Ну да ладно, пусть будет. Наша задача показать нашим друзьям мемы. Это реально смешно. Ну серьёзно, чё, это реально смешно по-твоему. Ну ладно, пусть будет так. Почему бы и нет. Ладно, шо у нас там следующее. И это по-вашему смешно? Ну ладно, давай заберём и этот постер. Но как по мне, это вообще ноль эмоций просто. Так, что у нас здесь? А, вот ещё какой-то есть. Подожди, вот. Ну это уже куда ни шло. Это ещё можно куда-то даже вставить. Ну ладно, заберём его тоже. И последний у нас находится здесь. В учительской, походу, или в классе. Ну, брата, ну это ж нифига не смешно. Ну ладно, забираем и его. Мы ж не можем сами управлять этой игрой. Она сама нам всё это даёт. Ну что, ребята, вы готовы к кринжу просто отменному? Погнали, я вам сейчас покажу такой кринж. Просто вы будете в шоке. Йоу, бро, чекайте мемы. Ну ладно, это немножечко смешно. Но это всё равно не заставило нас смеяться. Да, наконец-то. Я так близок, чтобы заставить их смеяться. Хмм, что же ещё я должен сделать, чтобы заставить их смеяться? Я должен купить огромную пердёжную подушку. Я уверен, что там в магазине снаружи один чувак продаёт именно такую. Опа, наконец-то нас отправили в магазин для того, чтобы прикупить... Подожди-ка. У нас этот мем в руке. Господи, боже мой, братан, убери его. Не позорься, не позорься, пожалуйста. Ладно, давай поговорим с продавцом. Йоу, здорово. Я слышал, ты продаёшь самые большие пердёжные подушки. Да, я продаю. И они очень дешёвые. Всего лишь за твою душу. Я имею в виду, она стоит всего лишь один робук. Отлично, я покупаю одну. Ладно, я доставлю её прямо на твою школу. Боже мой. Чел, ты с ума сошёл? О, боже. Это было мерзко. По-вашему, это должно быть смешным? Ну ладно бы маленькая бомбочка была пердежа. Но зачем такая огромная? Типа школа перданула? Типа в этом смысл? Ну ладно. Вы слышали этот звук снаружи? Ты что, сбросил пердёжную подушку прямо на школу? Да мы просто сейчас умрём со смеху. Хм, что же я должен сделать следующим? Я должен пранкануть своего учителя. Это точно сработает. О, вот это уже поинтересней. Нужно будет поугарать с нашего учителя. И да, вот это как раз таки бочка с краской, это ведро. Нам сейчас и пригодится. Господи, повыдумывали этих стульев здесь в столовой. Не пройти, не проехать. Отлично. Мы перевернём это реально на нашего учителя. Но вот это уже смешно. Это да. Но, прошу вас, не повторять это в реальной жизни. Так, ну погнали. Поможем его, я не знаю, сверху, наверное, как это, как обычно бывает. Боже, я как человек-паук между этими столами. Так, поехали, посмотрим. Ну-ка. Реально, что ли? Вот прямо вот здесь вот можно поставить? А если, а если вот этот вот буллер откроет дверь, на него упадёт? Мне что, по капец будет? Ну давай попробуем. Боже, наш учитель просто навожит на себя руки. Наконец-то, я иду домой. Ой, что может пойти не так? Я просто должен пройти сквозь эти двери. Офигеть просто. Блин, ну мы его хотя бы не убили? Боже мой. Ты живой, чувак? Очнись. Алло, я просто пошутил. Просто чекай. Реально, мы же грохнули учителя. Не, шутка зашла слишком далеко. Надо поговорить с нашими друзьями, потому что нам нужно, походу, уже спрятать тело. А это уже совсем другая игра. И судя по всему, именно после этого, этот учитель стал странным и строгим. Я пранканул учителя. Подожди, ты смеёшься? Я умираю со смеху. Да, я выиграл спор. Я получу теперь 100 робуксов. Йоу, бро. А я ведь выиграл спор. Мне нужны мои 100 бобоксов. Ладно, ладно, ты выиграл. Хорошая работа, парень. Есть, мы получили 100 бобуксов. Это хорошая концовка. Но, к сожалению, судя по всему, из-за того, что он пранканул учителя, школу он уже точно никогда не закончит. Так, поехали попробуем другие концовки. У нас их, как я понимаю, здесь очень много. Чего? В смысле ракета? Не понял. Ракета? О, боже мой! А как это произошло вообще? Господи, боже мой! Офигеть просто можно! Просто... Вы это видели вообще? Это было очень круто! Просто для того, чтобы пройти дальше концовки, мне нужно было еще раз пройти игру до самого учителя. И тут внезапно появилась ядерная бомба в небе. Я просто был в шоке. Я на нее не донатил, она сама появилась почему-то. Так, по-моему, я нашел одну концовку. Ну-ка, тут у нас еда. Ну-ка, давай нажмем, посмотрим. Так, я долго искал, не мог найти. А, выглядит как еда! Дай-ка угадаю, я могу это попробовать? Выглядит немного радиоактивно. Ну ладно. Блин, а ну я-то реально съел. Это просто отвратительно! Да. Я себя не очень хорошо чувствую. О, смотри, он умер! И это была отравленная концовка! Мне не нужно было есть этот странный зеленый истов. В общем, что есть, то есть, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и пока!